Шаббат, шалом, дорогие! Я надеюсь, что все оно будет расти, расти, расти. Вам привет от всех наших друзей, кто за границей. Как говорится, за границей нам поможет, да? Кто там говорил так, да? Они молодцы, мы всех приветствуем. Они всегда нас смотрят, делают отметки, все говорят, хорошо. Особенные приветы от наших родителей, которые за границей, которые дети, внуки. И большая-большая честь всем нам, да? Вот такая оттуда. Но мы тоже здесь не лыком шиты, правда? Мы им передаем тоже привет. Помашите всем. Да, скажите, они нас не видят. Но в любом случае. Я хотел говорить об одной вещи и думаю, о чем же так вот реально поговорить? И вспомнил. Подождите, не вспомнил, а попраздновал. Другими словами, буквально несколько дней назад все дружно выносили флаги, да? Что мы праздновали? День нежележности. Ой-ой-ой-ой-ой. И знаете, вот к этому шабату я подготовил такое послание. Называется противопожарная оборона. У нас есть территориальная оборона, да? У нас есть, еще какие там обороны есть? Вдоль, да, противовоздушная оборона. У нас еще есть вдоль моря, да? Там береговая оборона. То есть вы сейчас меня уже научите больше, чем я знаю. И когда мы говорим вот противопожарной обороны, как такого еще нету. Но у верующих людей все-таки это должно произойти. Почему я говорю? Этот 31-й год нашей независимости мы отметили под прицельным огнем. Те, кто посчитал, что наша свобода, которую имеем, а вы должны понять, что в Украине это религиозно или же свобода слова, вероисповедание в конституционном смысле этого понятия было самое свободолюбивое в Европе. И наше желание что-нибудь сказать кому-то всегда понятно. Пойдите только на привоз, вам все скажут. Там все свободно. Можно прийти свободно попробовать. Вам не понравится, вам еще скажут, что вам не понравилось. Вы можете сказать, что вам не понравилось. У нас все можно было сказать. И вот эта свобода, которую мы переживали 31 год, она начала быть испытана этим прицельным огнем. Эта свобода стала таким соблазном, что только этот соблазн был очень большой для некоторых людей. И они решили нам немножко подпортить всю нашу свободу. Их вот именно этот соблазн был настолько большой, что они думали, что пройдутся крещатиком в течение трех дней. Мариуполь встретит их цветами, а Одесса песнями Утесова. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Под массированным огнем мы не сдались. Мы не сломались. Мы не исчезли. Более скажу, что мы стали огнеупорными. Помните, я говорю, чтобы вы поняли, массированный огонь под огнем. Мы стали, что? Более огнеупорные. И поджог нашего государства военными действиями поспособствовали зайти семенам, которые иначе бы не взошли. Мы, как нация, были разрознены. Возможно, циничны друг к другу. И даже противоположены мнениями то, что мы хотели, чего не хотели. А сейчас мы стали едины, дружны и небездушны друг к другу. Знаете, я сделаю пример один, почему я говорю это. Каждый из вас был, кроме тех самых маленьких, был в школе. Я всегда любил биологию, зоологию, химию. Очень хотел быть доктором. Поэтому для меня мир, в котором я живу, география, особенно зоология, биология, я очень любил. Настолько любил, что домой носил к маме целые карманы всяких зверушек. Так, чтобы показать. Там всяких головастиков, червячков, мышей собирал. Как бы так вот голубей, собак подбирал. Хотел быть доктором. И вот знаете, один из, наверное, впечатляющих картинок и запоминающих картинки из биологии, это деревья. Кто из вас вспоминает такое дерево, как секвойя? Кто знает, что это такое? Три человека. А если я скажу в этой картинке, гигантское дерево, где человек стоит, да, или там машина, а оно огромнейшее просто, такой ствол, и оно самое высокое. Кто тебе же понимает, о чем я говорю? Это секвойя, это одно из самых высоких, долгоживущих деревьев на земле. Славящиеся красивой, прямо слойной, стойкой и не гниющей, или может сопротивление большое гниению. Самое высокое, самое долгоживущее. И знаете, какой метраж или высота этого дерева? Средний метраж, это примерно 90 метров. Самый высокий, 113 метров высоты. Объем или диаметр от 6 до 11 метров. Кто-то скажет, шов мы так жили. И настолько долго. А живут эти, или жизнеспособность этих деревьев от 2000, или до 2000 лет. Самое старое нашли, это 2200, кажется, тысяч лет. Настолько так прекрасно. Но знаете, многие не знают, вообще-то это нормально, это дерево, которое уникально. И шишки на них, то есть понятно, шишки это способ как размножения, умножения. Но мало кто знает, что эти шишки, которые на секвое, они могут хранить семена десятки, сотни лет. Сотни лет. И эти семена никогда не как бы не начнут расти без особенных обстоятельств. как бы ты ни поливал, как бы ты ни зарывал, как им-то бы не гнило там. Эти шишки, семена в шишках не прорастут, только они прорастают при особенных обстоятельствах. Вы никогда не догадаетесь, каким образом. Вот так Бог сотворил, что нужно либо чтобы гром или молния в нее ударило, то есть не в шишку, а в целое дерево. Чтобы был пожар, тогда при большой температуре, при пожаре эта шишка, которая не пробить, не разбить, она как кабень, она раскрывается. эта шелуха или же даже это броня, которая вокруг этих семян раскрывается, и только тогда они способны дать семечко, которое в земле начнет расти. Удивительно. Знаете, этот пример, который я привожу, он не только является фактом, который для природы, как умножает Бог свое творение, да, я бы никогда не догадался, даже подумать, что при каких-то температурных обстоятельствах пожара может зарождаться жизнь. Мне казалось, что только воду давай, и все тогда будет расти. А оказывается, шишка может содержать семя десятки и сотни лет, пока не произойдет то, чего мы никогда не хотим, чтобы происходило. Этот интересный факт возможно применим не только естественным путем, но и духовным, как стране, в которой мы живем, так и каждому из нас. Каждому из нас. Мы в наших обстоятельствах всегда не хотим, чтобы нас разжигалось внутри, горело внутри. Но 1 Петра 4,12 говорится так. Дорогие друзья, товарищи, любимые братья и сестры, огненное испытание, которое посылаемо вам, чтобы проверить вас, не считайте странными, словно с вами происходит нечто из ряда вон выходящее. Я читаю немножко измененный перевод, для того, чтобы мы понимали. Он говорит, огненного испытания, вы не пугайтесь, не отходите от него. И когда мы читаем Писание, то не нужно быть теологом великим. Если вы читаете Библию, не нужно быть теологом очень большим. Когда мы видим это место Писания, тут четко говорится, что происходящее вокруг нас, внутри нас, подобно разбушевавшемуся огню, который испытывает нас, и не удивляйтесь тому, что происходит, как будто это что-то сверхъестественное. Мы точно переживаем огонь. Каждый из нас. Когда суть касается разговоров, о чем я говорю. Когда происходит вокруг нас то, что мы естественно называем споры, слухи, сплетни. Почему? Потому что в этом участвует язык. Иакова 3,6 говорит, да, язык это огонь. Мы уже переживаем. Как только начинаем болтать, сразу огонь появляется. Вы замечали это собой? Нет? Только что-то начинаешь делать, или с кем-то разговариваешь, внутри где моя крышка, чтобы кто-то поднял. Огонь. Иногда говорят вулкан. Надо просто где-то сковороварку, знаете, как она пускает дым чуть-чуть. Надо выпускать этот дым, или то, что внутри кипит. Язык это огонь, сфера нечестия. Язык так расположен в теле, что скверняет каждую его часть, воспламеняя всю нашу жизнь. А разжигается он от гиены. Почему? Потому что зло. Вот этот момент мы нетерпения, каких-то споров, каких-то сплетен. И когда ты с кем-то разговариваешь, особенно часто бывает в семьях, когда привыкли друг к другу, то-то говорит одно, ты внутри хочешь что-то сказать, и думаешь «Эх!» Мы были на свадьбе недавно, и отец невесты, когда готовилась невеста, еще куча гостей, зених, ходил с двумя коробочками, где были кольца, ее и его, но отец невесты ходил с коробочками. И везде ходил. И тут его жена говорит «Оставь эти коробки! Что ты с ними носишься?» И вдруг он делает так Таня говорит «Что случилось?» Говорит «Просто уже не могу!» Оно внутри аж вот как будто притронешься и будет уже все пожар. Каждый из нас понимает внутри о чем мы говорим огонь. Но я не хочу говорить о нашем языке абсолютно ноль. Мы и так понимаем что нам необходимо просто контролировать свой язык. почему? Потому что от своих слов мы оправдаемся и осудимся от своих же слов. Поэтому я не говорю и не посвящаю эту проповедь нашему языку. Лошон ага или злой язык всегда нужно контролировать. Но я хочу сказать о том что нам нужно проходить вот это огненное испытание и стать огнеупорными для того чтобы началась новая жизнь. Новые семена. Новое начало нового вообще понимания. Через огонь происходит вот особенное прорастают семена веры. Как вы когда переживали это когда вы проходите через разочарование внутри оно все кипит огонь оно все просто где-то рушится или бизнес или все но когда вы прошли вдруг приходит в этот момент вера что не все еще потеряно так же в отношениях в работе в обстоятельствах даже сейчас когда мы проходим через этот шквал огня который ежедневно высыпается на нашу страну все равно у нас есть эти чувства переживания веры надежды любви даже к врагу мы должны иметь эти семена в огне мы не только мучаемся внутри наши эмоции бессилие но там в огне рождается новая новая надежда видели ли вы людей которые пылающие ненавистью к своему соседу или же ближним вы их всегда увидите их просто сжигает та ненависть которая у них есть горячий негодованием горячий местью убить или что-то другое а людей видели которые полны зависти чем-то они отличаются отличаются также люди которые в отчаянии они просто ты не знаешь вот как им помочь и ты понимаешь что все это отчаяние сжигает этого человека но также мы замечали людей которые в глазах огонь любви пылающие любовью мы это замечали с нашими близкими родными женами мужьями мы встречались и мы горели это любовью так же само этот огонь который внутри нас это реальность которая нам нужно пережить второе коринфянам 5 глава 17 стих потому если человек находится в союзе с мессией он новое творение старое прошло взгляни вновь явившееся ново и свежо если мы новое творение то что-то должно произойти с нами а я сейчас обращаюсь к людям которые знают Бога существование огня это позитивный момент Божьего плана не только в природе этот план как бы действует для того чтобы секвойя могла расти хотя для меня вообще-то огонь всегда негативный предвестник тревожных обстоятельств когда ты смотришь на огонь то еще когда хорошо так но когда ты его переживаешь это совсем не очень приятная вещь я надеюсь что меня поймут особенно те которые давно уже верующие я обращаюсь сегодня к людям которые давно уже в Боге вы как никто другой понимаете о чем я говорю и как много вы уже пережили в своей жизни будучи верующими пособие которое мы имеем называется Библия это пособие для людей которые возрожденные свыше Библия написана не для неверующих Библия дана нам с вами верующим людям чтобы видеть внутреннее состояние свое чтобы изменяться 2 Тимофея вот говорит конкретно эти вещи благодаря Писаниям человек Божий будет готов ко всему и сможет исполнять все то что от него требуется для совершения добрых дел для чего нам нужно Писание чтобы мы смотря в Писание могли понимать что вообще это нам делать как нам вести свою жизнь возможно семена добрых дел это потенциал который у нас есть в бизнесе или в служении сокрыты внутри нас сокрыты в этой шкарлупе и вот оно это семя возможно только раскроется или лопнет этот это кокун это шишка когда в нашей жизни произойдет пожар какой-то огонь я хочу чтобы вы понимали все то что происходит с нами это не случайность эти семена ожидают того времени когда давление большой температуры лопнет тот панцирь треснет и семя доброе семя даст свой сход начнется новая эра никому из нас не нравится проходить огненные испытания кому нравится кто-то говорил боже дай больше больше как в парилке подкинь да никто из нас не хочет переживать эти трудности переживания эту боль эту агонию которая иногда нас посещает но хочу также сказать это не просто Богом данное для того чтобы мы пережили какие-то чувства но чтобы мы вынесли оттуда урок знаете эти огненные испытания не похожи на то время когда ты проводишь чашечка чая с лимоном у камина это немножко посложнее но Бог не позволяет трудности пройти в нашей жизни без конкретных целей аминь он не позволяет проблемам пройти чтобы они не достигли особенных целей особенные цели как для страны так и для личной для нас царь Давид в четвертом псалме пишет когда я взываю услышь меня Божьей правды моей в тесноте ты дал мне простор помилуй меня и услышь молитву мою Давид Давид не говорит когда мне было классно у камина когда мне делали массаж и когда приносили там еду классную тогда ты дал мне понять что я расту я расширился что у меня все станет хорошо именно он говорит в тесноте моей то есть в скорби в болезни трудностей ты дал мне простор то есть дал мне свободу Давид обнаружил свои способности тогда когда он был не в хорошем состоянии атмосферы а в трудной когда Саул гнался за ним на то что его помазали в цари когда встречался он с Голиафом а его братья говорили да знаем мы твое дурное сердце что сюда приперся унижение когда пришел Самуил да помазать его всех помазал сынов Давида папы и говорит и что все да есть один отослали его к баранам пошел он туда как вы думаете это не унижение не презрение семьи проходя эти трудности переживания давить имя состоялся тогда когда это давление это огонь который несправедливости внутри он просто поднимался внутри него он никогда не стал бы свое предназначение если бы не прошел давление давление огня надеюсь вы меня понимаете о чем я говорю каждый из нас это проходит мы с вами в данный момент под огнем которое наполняется нашими врагами и нам непонятны абсолютно если кого-то спрошу почему это происходит нам непонятны обстоятельства того ужаса который происходит сейчас в Украине переживания того что переживает наш народ никто не может понять осознать а тут себе вообще представить почему все это происходит все эти смерти лишение крова потеря дружбы страхи которые нас наполняют переселение давление культуры языка я говорю о том тех людей которые даже сегодня за границей они переживают тот же огонь не только то что они уехали в убежище они не понимают культуры некоторые не понимают языка не могут найти работу это трудности переживания унижения некоторые проходят это огонь который внутри их сжигает от того недовольства которое у них внутри непонимание все это я называю огнем под поедающим тебя кто-то переживал такие вещи оно внутри тебя сжигает и ты не знаешь что с этим делать просто как пройти этот путь в котором мы находимся все что мы переживаем возможно становится навязчивой мыслью мы откатываемся назад мы куда-то уходим в прошлое но хочу сказать то чего вы не видите то что происходит с нами в этот момент когда мы проходим в огне эти ситуации Бог делает то что новое помните я сравнил это с секвой который раскроет наш потенциал наше служение нашего человека нашу реакцию на новое семя потому что старое прошло мы новые люди мы должны позволить Богу сделать это он нас двигает к будущему а не возвращает нас к прошлому друзья он нас ведет только к будущему возможно открывается всем нам невозможные части огня возможности которые без огня невозможны абсолютно это благословение бывает тогда когда сильно трудно когда ты переживаешь все унижения я знаю у нас есть некоторые люди которые ухаживали за стариками эти старики их унижали их просили вот то что мы встречались они просто переживали агонию внутри уже не знали что с этим делать и вдруг эти люди которые за которыми они смотрели говорили знаешь ты прошел и ты прошла так много у меня никого нету в жизни кроме тебя я хочу чтобы ты стала наследником или наследником того что у меня есть и кажется огонь через который ты проходишь те унижения те вот хотелось бы высказать вот просто рассказать что ты о нем думаешь потому что все это накопилось и вдруг в этот момент это становится благословением уважением доверия и самое главное в этом огне свобода наша с вами свобода каждого украинца и каждого кто верит в Ишуа Мессию в этом огне переживания есть свобода твоего решения либо все разрушить либо перепройти его с великой радостью и сказать воистину Бог силен вы знаете я когда думаю об этом все таки через этот огонь массивный огонь который по всей нашей стране происходит мы все таки почувствовали на уровне всего мира к нам пришло уважение к нам пришло доверие к нам пришло именно вот благословение или же поддержка в этом огненном пылу и самое главное мы свободны мы свободны решать за себя за наши семьи мы свободны мы не будем рабами если мы знаем того кто контролирует термостат а вы знаете что у Бога есть тот термостат который мы можем перенести тогда мы понимаем что он контролирует обстоятельства для того чтобы мы высвободили свой потенциал на новый уровень если бы он хотел нас уничтожить огнем то это произошло бы в первые три дня как говорили да февраля но это не произошло и относительно первого Петра Бог проводит нас через огненное испытание не просто через сложные обстоятельства или же природные катаклизмы но там что сказано что через огонь он проводит и вообще золото очищается при большой температуре чтобы оно сияло хочу заметить что еще одну практику пожарные делают МЧСники делают в цивилизованных странах да вы слышите сейчас очень много пожара по всему Европе там и других местах потому что засуха но задача МЧСников не просто быть на страже и как бы в ситуации они делают особенные рейды такие практики как называется контролируемый поджог кто знает что такое контролируемый поджог да вот многие знают это когда МЧСники они выезжают на территорию где опасно они просматривают каким образом выжить ту или другую сорняк или же какие-то малые кусты чтобы не повлияло на все остальное контролируемое да и эта практика она очень успешна и что происходит да я думаю что для нас это тоже интересная вещь ведь мы же как деревья в Божьем саду да нам иногда нужен этот пожар который бы прочистил немножко территорию чтобы не было опасности сжигания всего чего как бы хотят сохранить если Бог контролирует это все как МЧСники да контролируемый пожар то в нашей жизни с вами есть те пожары которые Богом контролируемы иногда у нас эти неприятные ростки провырастали вокруг нас да которые мы позволяем чтобы они росли эти кусты ненужные все Бог говорит я хочу немножко устроить пожар в твоей жизни ты не переживай я контролирую возможно это происходит и сегодня у каждого из нас они происходят эти вещи у каждого из нас они происходят иногда вот я уже делаю такой пример несколько раз делал Писание говорит что судам начаться суду Божьему начаться с Дома Божьего и часто люди говорят вот когда мы пойдем на небо тогда Бог будет судить церковь свою или же своих детей а я говорю не спешите этот суд уже происходит сейчас здесь на земле мы садимся в этот трамвай который едет вокруг привоза мы доезжаем у нас пятерочка от автовокзала до Аркадии кажется на пляж на пляж но мимо привоза и когда мимо привоза проходит там начинается толпа всех тех людей которые едут на пляж либо гости либо там же одесситы которые совсем обурели и не знают что делать да они садятся в этот трамвай забивают его полностью и ты понимаешь что твои новые кроссовки становятся теми галошами которые нельзя уже никому показать вы понимаете о чем я говорю да и ты как верующий человек заходят спокойно думал ты пойдешь поклонишься солнцу я шучу да приедете до Аркадии и вам оттоптали уже все ноги знаете что такое называется это суд да суд вам встали на ногу что ты ему скажешь пардон мадам вытащите свой зонтик из моего рта да я хочу чтобы вы понимали суды уже здесь происходит когда мы встречаемся с этим огнем который он допущен Богом что мы делаем что мы производим что мы хотим сделать вообще в этот момент если мы не прошли этот тест то он будет еще раз проходить да что ты скажешь своему соседу когда он тебе сделал больно Иеремия 29 11 итак говорю потому что я знаю свои планы сказал Господь я хочу чтобы планы мои были для вас не во зло я намерен дать вам надежду и хорошее будущее у Бога для нас с вами планы проехаться от автовокзала до Аркадии в этой поездке у него хорошие планы чтобы у тебя было хорошее будущее что ты затем делаешь я зачитаю это украинскую мову еще бо только я сам знаю задумы мои про вас говорит Господь задумы на добро а не на лихо чтобы забезпечить вам будущность и надею надежду дать нам что все будет хорошо все будет хорошо Бог хочет дать нам эту надежду но надежда невозможно ее получить без испытания и при всех его обещаниях все которые он дает нам каждому из нас у нас с вами всегда есть этот огонь огонь который поедающий который испытывает нас оно выражается по разным и у каждого оно свое но я точно знаю что общая боль которая у нас сегодня есть это то что происходит в нашей стране мы под постоянным огнем уже в течение шести месяцев и у нас есть разные мысли у нас есть разные вопросы работа отношения что происходит возможно у нас есть свое судилище свои претензии но послушайте Бог в контроле всего не так ли он имеет этот термостат Давид пишет шестьдесят пятом псалме двенадцатый стих посадил человека на голову нашу мы вошли в огонь и в воду и ты вывел нас на свободу интересное место писания как будто ты чувствуешь что кто-то сел тебе на жею в этих обстоятельствах которые сейчас происходят а здесь писали ты вывел нас на свободу и там другой перевод к избавлению ты ездит и дав был в людине по голове наших мы вышли до огню и до воды але в широкие места ты нас вывел в широкие места вывел то есть здесь говорится очень интересные вещи когда я читаю это я понимаю что иногда мы не подозреваем что Бог заставил кого-то сесть нам на шею но ради чего-то чтобы вывести нас в свободу изобилие и безопасность покой и свобода они на другой стороне огня невозможно получить все без огня вы знаете я сейчас скажу одну вещь которая очень странно позвучит в первой неделе даже месяце когда мы делали эту эвакуацию мы встретили в Румынии одного человека он сын священника и из Молдовы но он в Румынии православной как бы церкви он там работает и кажется в семинарии мы начали общаться и он сделал одну простую вещь сказал такой свободы без войны не бывает я был в шоке он говорит он мне так сказал Украина не защитила свою свободу еще она может быть оценена только пройдя через зло я был в шоке от этого и даже не понимал он так это впечатлительно сказал через все писание посмотри что получить что-то невозможно как бы даром нужно заплатить цену он говорит я верю что цена будет заплачена и вы будете свободными никто не хочет зла но нужно пройти через это все проходя этот огонь а мы часто это проходим мы учимся реагировать на то что нам делают противоположенными действиями возлюби врага твоего не отвечай злом за зло или ругательством за ругательством новые семена пробивающие через опаленную землю должны дать свой сход если для одних сожженная земля это смерть то для верующего человека это почва для нового дня для нового урожая для новых эмоций планов для нового служения для нового влияния то что ты делаешь в огне и то что я как я реагирую на огонь от нас многое зависит что мы делаем оно диктует нам будущее я хочу просто перескочить еще многое потому что времени мало и в писании есть еще одна история вы ее очень хорошо помните это три подростка еврейские которые попали в в плен да это Сидрах Месах Евдинага знаете эти два эти три парня чисто вступили за ситуацию веры но при этих вещах Израиль он уже был изгнан из своей земли произошла аннексия земли плюс еще фильтрацию устроили для народа ну как похоже да это эти молодые люди переживают как бы все то что происходит там это чужие люди это нет обитованной земли не та вера не та пища не та культура и все не то но при этих вещах эти трое зачатили веру они противостояли тому кто хотел изменить ихние ДНК ихние натуру ихние призвания как народа карликовый царь сильно разгневался но тем не менее решил дать им еще один шанс Даниила 3 глава 15 стих отныне если вы готовы как скоро услышите звук трубы свирели цитры цимвалы гусли симфонии и всякого рода музыкальных орудий падите поклонитесь истукану которые я сделал если же не поклонитесь то в этот же час брошены будете в печь раскаленную огнем и тогда какой бог избавит вас от руки моей интересно правда что то напоминает и отвечали седрах месах ядинага сказали царю вохудоносору нет нужды нам отвечать тебе на это бог наш которому мы служим силен спасти нас от печи раскаленной огнем от руки твоей царь избавит если же не будет того то да будет известно тебе царь что мы богам твоим служить не будем и золотому бюсту Ленина который ты поставил не поклонимся они просто согласились отдать свои тела огню чтобы не служить и не поклоняться иному богу кроме бога своего они решили и это решение вообще как бы взбесило маленького царя взбесило и он связав их приказал бросить в печь и там написано что сильным своим пацаном вот их трое а написано что он сильным своим приказал их связать и бросить в раскаленную печь эти молодые люди упав туда там вы читаете эту главу читайте у нас третья глава я начну с того что сделал так же Павел и Сила тогда все трое как были одними устами воспели в печи благословили и прославили Бога в огне я не знаю что у них произошло они начали петь как Павел и Сила пославлять Бога говори там есть благословение благословение вот 8 стих благословите Анания Азария и Месаил Господа пойте превозносите его в веки ибо он излег вас из ада спас вас от руки смерти избавил вас от среды печи горящей пламени и среды огня избавил вас славьте Господа ибо он благ ибо вовек милость его когда мы читаем это выражение на Песах мы когда мы говорим мы говорим эти славьте Господа ибо он благ ибо милость его век мы то поем суть еще в чем эти трое молодых людей не видели того что видели другие они пели они славили но другие кто их бросил туда вдруг увидели того чего они не видели они увидели четвертого который был похож на сына Божьего эти трое не видели были в тех обстоятельствах были в огне славили Бога величали его а те кто были извне видели четвертого который был посреди них я хочу чтобы вы понимали что все остальные не только понимали что огонь их не уничтожил хотя пострадали те кто увеличивали температуру помните там они подкидывали из смолы там написано даже нефти написано подкидывали в печи а потом вырвался огонь и пожрал да это те пропагандисты из Лох ТВ которые тоже пострадали удивительно они видели что там посреди них четвертый так вот я хочу чтобы вы поняли одну простую вещь может вы чувствуете что вы в огне ваших чувствах переживаниях знайте со стороны всегда виднее со стороны всегда виднее и если даже когда вы не чувствуете что Бог с вами Он сказал я не оставлю вас и не покину и если вы пойдете долиной смертной тени Он говорит что я с тобою и если мы иногда этого не чувствуем если мы вот кипим у нас все разрывается внутри нас послушайте от того вашего решения вы будете благословенны либо прокляты и я считаю что нам лучше выбирать богословение а не проклятие и когда эти люди будут видеть что вы прошли через все что вы проходите они сами скажут это мог сделать только Бог потому что они увидят кто кто вам помогает и я верю что сегодня эти возможности они очень велики возможно эти обстоятельства которые способствовали вашему продвижению вперед они толкают вас на изменения без всего того что происходит сейчас у нас здесь в стране не было бы того что происходит с людьми где бы они находились что бы они не делали я хочу сегодня обратиться к тех кто нас смотрит или будут пересматривать через интернет возможно вы не могли себе представить как можно выехать за границу до войны а теперь вы уже там что хорошего вы никогда не представлять не могли об этом а сегодня вы уже там вы сильно хотели сегодня вы уже там и вы уже начали служение а теперь даже в Дюссельдорфе наши служат они возможно не не могли представить как попасть в Эрес Израиль потому что были не в том списке сколько попыток было а сегодня мазалтов вы уже там возможно вы бы не стали защитником Украины а теперь люди верили своей жизни ваши руки возможно вы никогда бы не стали волонтером а теперь вы несете добрую заботу и благословение возможно вы никогда бы не писали песен стихов и рассказов а теперь вы вдохновляете людей возможно вы никогда не подошли бы бомжу или нищему а теперь вы кормите и заботитесь о тысячах переселенцах возможно вы надеялись в один день стать служителем и вот это происходит эти семена раскрываются и они раскрываются только при обстоятельствах которые очень служены сложны для вас как огонь сжигают вас выбор наш надежда же не обманывает потому что в сердца ваши вместе с духом святым дарована вам излилась любовь божия римлянам 5 глава 5 стих цена многие просят господи только не через огонь только чтобы не обжаться но я хочу сказать что не бывает крепкого сосуда который бы мог бы удержать содержимое без обжога без огня нет очищения для того чтобы красота была видна того драгоценного золота я скажу без огня нет цены тебе огонь проявляет твою ценность да ты бесценен но без огня не бывает цены моя молитва сегодня о всех нас за прохождение этого шквального огня который наша страна переживает так как мы часть всей этой страны мы неотъемленная часть культуры поэтому оно не могло нас не затронуть переселение возможно нехватка денег возможно ужасы и формация мы не можем это не может нас пройти мимо и мой вопрос сегодня к самим нам хотим ли мы это пройти или же мы избегаем это все вся эта война изменила нас навсегда но огонь переживаемый нами пусть станет новой жизнью раскроет наш потенциал раскроет наши способности нашу веру нашу надежду уберет нашу лень и мы станем теми кто сможет изменить будущее и уже изменяет мы пройдем этот шквал огня и господь воссияет над нашей страной и в нашей жизни тоже будет праздник на нашей улице тоже будет и наша с вами надежда никогда нас не постудит тяга стоя на rondом лень и на лень и смотря на и на на